Для уравнения x квадрат минус 2y квадрат равняется плюс-минус 1 мы видели таблицу, в которой бесконечно много чисел. Даже уже доказали, что никаких других решений в неодрицательных целых числах это уравнение не имеет. Напомню, что следующий столбец вычислялся из предыдущего по формуле. Вот такой вот. И при этом мы доказали, что если смотреть на подряд в три числа, то очередное это сумма двух предыдущих и предпредыдущих. И забавным образом для другой строчки была та же самая формула. Интересно ли это случайно? Что вот здесь формулы разные. Это нормально. Формулы, формулы. Здесь почему-то одно и то же. А сейчас это совершенно разное. Давайте запишем на языке матрицы. По правилу умножения матрицы, по справедливости, умножается строка на столбец. То есть, xn плюс 2y квадрат. Это в точности формулы. И здесь, строка на столбец, xn плюс 2y квадрат. Значит, вот эти наши две формулы, это в точности такая формула. Матрица размером 2 на 2 умножается на столбец. Заметьте, при этом номер увеличился на единицу. Поэтому, если так сделать много раз, то фактически столбец xn и xn получается, когда матрицу возводите в н-ную степень и умножаете на исходный столбец из чисел x0 и x0 и x0. То есть, это столбец 1, 0. Замечательно. И вот теперь смотрите, что такое а в квадрате. Ну, как опять столбец. 1х1 плюс 2х1 это 3. 1х2 плюс 2х1 это 4. В общем, получилась такая матрица. Если присмотреться, а в квадрате минус 2а минус е. Е это единичная матрица, то есть на диагонали единицы, а остальные числа 0. Такая матрица 1, 0, 0, 1. Так вот, а в квадрате минус 2а минус е это 0. Применим это к столбцу xn и xn и xn и xn. И смотрите, что получается. xn плюс 2а и xn плюс 2а минус 2а. xn плюс 1а и xn плюс 1а и минус xn и xn это 0. То есть, смотрите на первую координату. xn плюс 2а минус 2а и xn плюс 1а минус xn это 0. А это те наши форты. Ну и точно так же здесь. И здесь уже ясно, что хочешь идти по верхним числам, хочешь по нижним, но формула-то одна и та же. Вот это называется теорема Камильтона-Керри. Она верна и не только для матрицы 2 на 2, для любых квадратных матриц. Только там равнение будет, чрезвычайно важное равнение, н-ной степени. Но давайте сейчас посмотрим, все-таки не общий случай, а только 2 на 2. Он хорош тем, что никакой вообще науке не нужно. А это такое замечательное упражнение на воспроизведение матрицы. Смотрите. А в квадрате, вот такая матрица, а исходная, так, и здесь все написано. Наждаясь в случае, сумма, находящаяся на главной диагонали, называется след матрицы, а вот 1-минус процент называется определитель. И для матриц 2 на 2, в общем, я вот здесь присчитал, действительно получился. Если вас будет интересовать n на n, то история такая. Надо взять из матрицы с неким преэффициентом, вычесть единичную матрицу. Обычно здесь любят писать буквы лямбда, хотя это не важно, какая переменная. И в таком случае у нас получилась вот какая матрица. Смотрите, здесь. А минус лямбда, Б, С, Д минус лямбда. И вот от этой матрицы надо взять определитель. То есть получится А минус лямбда умножить на Д минус лямбда минус БС. И вот теория утверждает, что если сюда вместо числа лямбда поставить саму матрицу А, то получится 0. Доказывать, я ее сейчас не буду, но мне кажется, в случае 2 на 2 уже достаточно понятнее. Ну, что мы сейчас сделаем? Давайте на языке матрицы найдем явную формулу для вот этих вот чисел. Мы ее, конечно, нашли, когда, помните, писали, 1 плюс корень из 2 в степени n, это есть xn-ная плюс yn-ная корни из 2. Ну, а вопрос. А нет ли какого-то универсального способа? Здесь, конечно, нет спецификов. А может быть, если у нас есть формулы, так мы выглядим, то мы можем научиться для любых написанных здесь чисел возводить матрицу до одной степени. Оказывается, это можно сделать. Есть замечательная вещь. Собственные векторы и собственные значения матрицы. Давайте посмотрим, как выглядит линейное отображение, которое вектор с координатами x, y переводит в вектор с координатами x плюс 2y, x плюс y. Посмотрите. Ну, а все принято. В учебниках здесь что-нибудь интересовать, ну, кошку или что-нибудь такое симпатичное, и показывать, как это сюда перейдет. Между прочим, эффект будет замечательный, потому что, смотрите, здесь поменялась ориентация O, A, B, C, а здесь O, A' B' C'. Здесь, смотрите, когда вектор А это 1, 0, умножаем, наматываем, получаем 1, 1. То есть А' это точка с координатами 1, 1. А С это 0, 1, умножаем, получаем 2, 1. Значит, С' имеет координат 2, 1. То есть этот квадрат не только превратился только по мелодию, но еще и перевернулся. Так вот, как найти вектор, который под действием этого отображения перейдет на ту же прямую? То есть длина изменится, а направление будет на той же самой прямой. Кстати, его могло и не быть. Например, если преобразование, это был поворот, то направление изменится. И тогда то, что вот сейчас будем вычислять, это число лямбда, оно было бы комплексным числом, не вещественным. Но в нашем случае все легко. В нашем случае вот система х плюс 2у равно лямбда х, х плюс у равно лямбда х, и имеет вещественное решение. Давайте просто решим. Давайте просто решим. из второго уравнения. х плюс у равно лямбда х, то есть х это лямбда х минус у. Вот это второе уравнение. Теперь это подставляем в первое. Значит, первое уравнение, это 2у равно лямбда х минус х. То есть лямбда минус 1 умножить на х. Но х это лямбда минус 1 на у, значит здесь так. Но у нас вектор должен быть не нулевой. Значит, если у было бы ноль, то есть лямбда х не должно быть нулевой. Можно сократить. Получится, что 2 это лямбда минус 1 в квадрате. Значит, лямбда минус 1 это то ли корень из 2, то ли минус корень из 2. Ну, смотрим. Если лямбда минус 1 это корень из 2, то лямбда это корень из 2 плюс 1. В таком случае разумно взять в качестве х единицу, а х это будет корень из 2. Отлично. Вот это называется собственный вектор, а это собственное значение. Ты можешь посмотреть на картинке, прикинуть, и действительно, в общем, что называется, примерно так и будет. И если лямбда это 1 минус корень из 2, то есть я здесь запросто мог взять у, не обязательно минус единица, в общем единица, когда х был бы минус корень из 2. Мог даже быть 15, а здесь было бы минус 15 корень из 2. Это неважно. Вместе с каждым собственным вектором, любой кратный тоже собственный вектор, важно, что я нашел 2 неправильных собственных вектора. У одного такое значение собственное, у другого такое. И теперь смотрите. Я исходный вектор, помните, он был, вектор 1,0, разложу по этим. И поскольку я знаю, как эти векторы преобразуются под действие матрицы, то я получу и быстро накачать ответ. Мы должны вектор 1,0, который потом надо будет домножить на иную степень матрицы 1,2,1,1, разложить по собственным векторам. То есть, должны найти такие числа альфа и бета, что вектору такое равенство. 1,0 это альфа умножить на вектор корень из 2,1, плюс бета умножить на вектор корень из 2, минус 1. Это очень легко. Смотрите. Вторые координаты просто альфа минус бета равно 0. А абсциссы это альфа корней из 2, плюс бета корней из 2 равно 1. Значит, альфа равно бета. И из верхнего равнения альфа это 1 разделить на 2,0. И мы получаем, собственно, ответ. xn на yn на столбец. То есть, то, что мы хотели найти. Это вот такая штука. Потому что, когда мы применяем n-ную степень, то к собственному методу применять очень легко. Просто возводится собственное значение в n-ную степень. И это действительно совпадает с формулой, которую мы получали. Смотрите. Если смотреть, что такое yn, это нужно взять из вот этого числа, вычесть вот это и разделить на 2 корней из 2. А что такое xn? Это надо вот это число сложить с этим, умножить на корень из 2, разделить на 2 корней из 2. То есть, разделить на 2. У нас ровно так было. Для, что называется, тренировки давайте решим еще два таких упражнения. Начнем с чисел Фибоначчи. Есть знаменитая формула Бене. Ее, разумеется, можно по-разному рассказывать. Явная формула, которая задает n-ное число Фибоначчи. Я напомню, фи первое равно фи второму равно единице, а каждое следующее число Фибоначчи получается как сумма двух предыдущих. Так вот, смотрите, если мы с вами рассмотрим такой столбец, фи первое, фи нулевое, это столбец 1,0, то каким образом из него получить столбец фи n плюс первое, фи н? Да очень просто. Мы должны написать формулы такого же типа, только сейчас матрица будет даже проще. Давайте это сделаем. Рассматриваем вектор столбец, абсцесс которого это n плюс первое, число Фибоначчи, а ордината это n. Вектор столбец, фи плюс один, фи н. Тогда по определению число Фибоначчи столбец равен вот этому, потому что фи н плюс второе, это фи н плюс фи н плюс первое. То есть, выполнено такое равенство. Матрица 1,1, 0,1. На всякий случай, это абсолютно не нужно для вычислений, но, чтобы примерить себе представлять, если мы берем единичный квадрат, то, смотрите, вершина с координатами 1,0, то есть вот эта точка, переходит, когда мы умножаем, пишем здесь 1,0, строка на столбец будет 1, и строка на столбец будет 1, переходит вот в эту точку. Вершина 1,1 переходит в точку 2,1, то есть вот в эту. А вершина 0,1 переходит в точку 1,0, то есть сюда. Смотрите, что происходит. Вот этот квадрат переворачивается, вот эта вершина идет сюда, эта вершина идет сюда, и превращается в такой квадрат. Площадь при этом не изменилась, а вот ориентация изменилась. Это ровно соответствует тому, что определитель такой матрицы 1 умножить на 0, минус 1 умножить на 1, это минус единица. Так вот, ровно как в предыдущем случае. Находим собственный вектор. Матрица 1,1,1,0 умножается на вектор x,y, и должен получиться вектор λx, λy. Что это такое? x плюс y равно λx, и x равно λy. Замечательно. Значит, из нижнего уравнения в верхнее подставление вместо x получается λy плюс y это λy квадрат y. Если y равно 0, то и x равно 0, это неинтересно. Значит, y должно быть не равно 0. λ плюс 1 равняется λ2. Ну, а здесь есть векторное уравнение, так называемое золотое сечение. Лябда либо 1 плюс курицетипол, либо 1 минус курицетипол. Если плюс, то собственный вектор вот такой, минус собственный вектор, это 1 минус курицетипол, то есть 1. Значит, для того, чтобы получить знаменитую формулу Бинет, нам осталось всего лишь разложить вектор с координатами 1,0 под этим двубайцным вектором. То есть найти такие числа альфа и бета, что альфа умножить на такое вектор, плюс бета умножить на такое вектор, это вектор с координатами 1,0. Это нетрудно, потому что получается, знаете, как уравнение по нижней координате. Альфа плюс бета это 0, то есть бета это минус альфа. А поверхней альфа умножить на золотое сечение, плюс бета умножить на спряженное, это вектор сечения, это должна быть единица. Ну, то есть вместо бета, представляем минус альфа, включаем вот такое уравнение. Значит, альфа это единица, делить на корень из пяти, бета это минус один делить на корень из пяти. Замечательно. Значит, если мы n раз применим наше преобразование, то вектор умножится один на один плюс корень из пяти половой степени, другой на один минус, и, соответственно, у нас получится формула. Смотрите, вот у нас что фактически происходит. Вот это умножается n раз, здесь то же самое, n раз, но недостаточно так написать, а надо учесть коэффициенты. Надо здесь написать минус один делить на корень из пяти, а здесь написать один делить на корень из пяти. Если вы посмотрите, нижняя координата это φn. Для того, чтобы получить формулу Ременовича Фибоначчика, надо достоять эту координату, φn. Получается так. Значит, вот это делить на корень из пяти минус вот это делить на корень из пяти. Это здесь написано. Это и есть знаменитая формула Бене. Формула Бене включает в себя и рациональные числа. Все числа Фибоначчи целые числа. А в формуле есть корень из пяти. Одна из самых простых матриц, которая приходит в голову. Один, 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 доль, казалось бы. А видите, что когда мы искали собственные векторы, то возникло число золотое сечение. Один плюс корень из пяти. Продолжение следует. Продолжение следует...